Здравствуйте, с вами был блог. Ничего святого с Сергеем Поняковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. То, что Зелинский труслив и глуп, доказал всему миру Таккер Карсон, даже без прямого эфира. Просто потому, что у Зелинского пресс-секретарь сказал, что наш великий лидер, там, величезный, наивылочнейший лидер сучастности. На интервью с Таккером Карсоном не согласен. Ну, то есть, подождите, Трамп и Путин согласны. То есть, там много кто согласен. И, честно говоря, если бы Зелинский не был труслив, а главное, глуп, он бы просто не мог упустить такой прекрасный шанс. Весь мир бы тогда сравнивал эти два интервью, то есть, Путина и Зелинского. Тот же Таккер Карсон сказал, что такого маразма, как от Путина, он не слышал никогда. Что это все бред сивой кобылы. Карсон проехался по Путину, ну, как звезда по стекловате. Собственно, он раздавил его в пух и прах. Но прикол же в том, что сравнивали бы результат. А результат нам понятен. Весь мир бы увидел, что Зелинский тупее, маразматичнее и вообще не умеет держать удар. В чем проблема? Зелинский никогда, нигде, ни с кем не вступал в полемику. Ну, кроме комплементарных или, знаете, очень лояльно к нему настроенных оппонентов. Вовочка любит только по шерстке. Как только начинается против шерстки, тут же начинается девичья истерика. Тут же, понимаете, вот это вот выпадание тампокса в пол, таким свистом и хлюпотом. И неумение вообще держать удар, это нарабатывается, смотрите, это нарабатывается в диалоге на прямых эфирах, вот в студии. Когда у тебя нет комплементарных спарринг-партнеров, я могу сказать, это очень хорошо было видно на медведчуковских каналах. Когда против одного проукраинского спикера выставлялось 3, 4, 5 антиукраинских спикеров. И я обращал внимание, что украинские спикеры, проукраинские спикеры намного лучше подготовлены в плане полемики. Потому что они свои аргументы могут донести до зрителя, даже до зрителя про медведчуковского. Намного профессиональнее, четче, ярче, лаконичнее и убедительнее, чем про медведчуковские вот эти вот сопли. Когда тебе начинают вешать вот эту хрень про внешнее управление или биолаборатории, ты прекрасно знаешь, как из оппонента сделать идиота. Но Зеленский не умеет. Он всю жизнь по чужим текстам выглядел красавчиком. Он говорил написанные для него. Но мы же четко видим, когда Зеленский говорит от себя, это неумение сформулировать мысль. А когда ему пишут и он читает, ну, вроде бы как даже вменяемо. Так вот, Такер Карсон доказал всему миру, если хоть кто-то сомневался, что Зеленский трусливый глуп, потому что я не представляю себе, любой, в общем-то, человек, владеющий элементарными приемами риторики, который умеет полемизировать хоть немного, воспользовался бы таким прекрасным шансом, именно потому, что до Зеленского был Путин. И это такой трамплин, это такой прекрасный пьедестал, потому что это же уместно апеллировать к интервью, который взяли у врага. А Путин там так подставился неоднократно. Да на одном этом ты уже можешь выглядеть гиперкрасавцем. Но Зеленский же понимает, что он не умеет сам, без бумажки, выглядеть суперкрасавцем перед такой хитрой устрицей, как Такер Карсон. Опять, Такер Карсон, конечно, подыгрывал Путину. Понятно, что он трампист, понятно, что он хитрозадый, хитрозделанный. И интервью с Путиным было ему нужно для себя любимого, для продвижения своей карьеры. А интервью с Зеленским он именно и предложил сделать, понимая, что Зеленский глуп, патологически самолюбив, необразован и истеричен. И он, если согласится, то он обгадится. Зеленский не может воспользоваться таким прекрасным шансом, ну, потому что он не умеет, потому что от него вытрут ноги. И все увидят, что, да, как отвратителен Путин в своем интервью, как он маразматичен, какие глупости он несет. Но Зеленский в интервью оказался бы намного хуже. И по нему бы потом и Такер Карсон, и российская пропаганда, все бы прошлись катком. И приходится констатировать тот факт, что у нас Зеленский просто не может на таком уровне играть в такие игры. У нас, безусловно, есть те, кто смогли бы, ну, на месте Зеленского, окажись они, очень грамотно, красиво, четко, даже без репетиций и без предварительных подготовок, даже так вот с листа поставить на место все точки над «и». Ну, точки над «и», понимаете, в России ставить бессмысленно, а вот точки над «ё» там бы расставить было можно. Там такой, мать, получился бы. Но, понимаете, ментальный импотент, интеллектуальное пустое место, оно не вытянет. Оно слабее Путина. Да, будет выглядеть на интервью Такера Карсона. И, конечно, это разойдется тогда по всему миру. Знаете, это тот случай, когда трусость Зеленского очевидна, но она правильна. Да, трусливому болвану нефиг лезть туда, где нужен эпический рыцарь, где нужен интеллектуал, где необходим, вот, виртуозно владеющий словом, вот такой, как уж, такой ястреб полемического характера, обращающий на пользу себе глупость врага. Ну, то есть, путинскую глупость. Такой подарок, а некому. Некому. Потому что надутая клоунская пустышка. Вот кто передал Таркеру Карсену, что, ну, он не готов. Согласен. Это первое решение Зеленского, с которым я согласен. Да, это правильно, что он решил не выставлять себя дураком, ну, и выставлять вместе с собой страну, которая его избрала. Это не отменяет глупость его избирателя, ну, такую колоссальную патологическую глупость, ну, 73 процента, что весь мир бы увидел вот это, вот это было выбрано 73 процентами. Да что же это за страна вообще? А мы им еще помогаем? То есть, это бы нанесло колоссальный вред Украине и привезло бы колоссальную пользу врагу. Ну, естественно, дикий пиар, опять-таки, и деньги, так и Ру Карсену. Так что, хорошо хоть хватило ума глупца и труса не выпускать в ринг, где его ждало бы катастрофическое, унизительное поражение и неприятное чувство у всех у нас. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно подпишитесь на мой канал, лайки, комментарии, репосты. А победа, друзья мои, в этой жуткой войне все равно будет за нами, потому что за каждым из нас персональ и обязательно не сошареет. Сошареет.